Девушки отдыхают С новостями города и области познакомлю вас я, Наталья Мороз и мои коллеги, корреспонденты ОРТ. Здравствуйте. Вначале коротко главные темы этого выпуска. Девушки отдыхают Социальные пенсии в России будут постепенно расти. В ближайшие годы повышение пособия коснется свыше 3,5 миллионов человек. Узнай больше о своем здоровье. Где можно пройти профилактический осмотр, экспресс-тест на ВИЧ и проверить легкие. Большие гастроли белорусского театра. Что покажут оренбуржцам минские артисты? В Оренбурге выявлен больной, предположительно, корью. На подъездах одного из многоквартирных домов по улице Туркестанской стали появляться объявления, в которых медики просят всех проживающих по данному адресу предъявить справки о наличии прививок от заболевания. Буквально несколько минут назад здесь было объявление для местных жителей с просьбой предоставить сведения о прививках. Как видите, его сорвали. И такая ситуация на каждом подъезде. Вот такие объявления накануне появились на дверях подъезда пятиэтажки. А поскольку утром их кто-то спешно сорвал, о возможном распространении, предположительно, кори в доме знают не все. Ну а те, кто осведомлен, мало верят, что такое возможно. Ой, боже, слышу бы что. Врачи приходили, вчера три раза приходили. У меня были маленькие дети, болели корью. А большие никто не болели. Прививку сделали и все на этом. А как сейчас пойдет, не знаю. В Роспотребнадзоре Оренбургской области подтвердили. В доме на улице Туркестанской у одного из жителей есть подозрения на корь. Сейчас проводятся необходимые лабораторные исследования для точного диагноза. У заболевшего у нас отобран биоматериал. Он направлен на исследование в региональный центр по коре, который располагается в Башкорфастане. Результат исследования будет получен в ближайшие дни. Для жителей нет ограничений. Нужно определить контакт с лиц. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Под ударом может оказаться любой, кто находился рядом с заболевшим. Первыми симптомами заболевания может стать высокая температура, конъюнктивит, сыпь или воспаление слизистых. В конце прошлого года корь активизировалась. И активизировалась она в достаточно близких к нам регионах. Это, во-первых, в Самарской области. Чуть дальше это был Новосибирск, Омск, Барнаул. И все эти случаи были завозные. В основном это был Таджикистан, это был Узбекистан. Не наши жители. По последним данным в России введен карантин из-за кори в детских садах Пермского края. Санитарные врачи напоминают, в марте было зафиксировано 6 случаев кори в Оренбургском районе, Орске и Оренбурге. Среди заболевших были пятеро взрослых и один ребенок. Как сообщают в региональном Минздраве, всем непривитым лучше обезопасить себя и пройти вакцинацию. Необходимые препараты есть в наличии. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев, Новости дня. Пожароопасная обстановка в регионе, ремонт многоквартирных домах, а также сроки выхода подрядчика на пострадавшую от пожара многоэтажку на улице Советской. Об этом и не только шла речь во вторник на заседании правительства области. Все подробности далее. Один из первых вопросов на повестке дня – работа в регионе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она начала действовать в стране с 2020 года. Ремонт дорог, оборудование контейнерных площадок, уличное освещение, ремонт и строительство домов культуры. Спектр действия программы широк. Денис Паслер интересуется у вице-губернатора Сергея Балыкина, насколько активно в территориях участвует бизнес. Ведь на некоторые объекты нужно искать вне бюджетные средства. Требуется софинансирование. Программу предпринимаем, заявки делаем. Потом у нас бизнес не везде участвует, среди сокраиня остановится область. Здесь у нас какие-то гарантии для области, что у нас не будет проблем-то. В этом году найдет все мероприятия по «Комплексному развитию», выделено 644 миллиона рублей. За исключением дорог, все остальное ведет софинансирование бизнеса. Сегодня, если говорить по таким опасениям, где не складывается, по из шести муниципалитетов, самая серьезная ситуация у нас по Саратарскому району, там объект стоимостью 371 миллиона рублей, на который средства еще добавили, там необходимые вне бюджетки 371 миллиона рублей. Есть опасения, что данные деньги район не сможет собрать. Детальный разбор ситуации глава региона пообещал сделать в ближайшее время. Денис Паслер собирается с рабочим визитом посетить Саратарский район. Губернатор поднимает вопрос и дальнейшей судьбы многоквартирного дома по улице Советской. Там в середине мая произошел крупный пожар. Требуется ремонт крыши. Деньги из областного бюджета выделены были еще месяц назад. Однако подрядчика на объекте до сих пор нет. По видеосвязи на разговор вызывает администрацию города. Со следующей недели выходим детально-инструментальное обследование. Сразу оперативно после этого, это ориентировочно 15-18 июля, подрядчик приступает к работе непосредственно. Месяц уже я слышу, что там понятно у вас. Существом того, что особенности надо учесть с точки зрения, кто должен делать и как должен делать, понимаем. Но коллеги, мы уже деньги отдали из областного бюджета месяц назад. Причем, в общем-то, мы могли бы и не давать. Но тем не менее, мы же жители услышали, но как-то просьба с управляющей компанией доделать. Аналогичная ситуация и в Светлом. Там также работы после возгорания на крыше многоквартирного дома не ведутся. В местной администрации говорят, все дело в проектно-сметной документации. Она готовится уже месяц. Этими сроками недоволен глава региона. Сколько надо времени? Что с методом сделать? Дефектовка неделя, с методом еще неделя. Полторы-две максимумы. У нас же дефект. Полторы-две у вас уже месяц прошел, вы все разрабатываете. Что вы там разрабатываете? Фонд у вас там. Работы у вас по крышам ведутся и в прошлом году, и в этом продолжается. Достаточно понятный набор работ, что там нужно делать. А вы все разрабатываете, разрабатываете. И в прошлом году ее сделали. Сейчас разрабатываете, и в зиму уйдете без крыши. И люди потом будут мучиться опять. На повестке дня 25 вопросов. Их члены правительства рассматривают в течение часа. К некоторым из тем, которые взяты на контроль, решено вернуться на ближайших совещаниях. Наталья Мороз, Виктор Гошенев. Новости дня. Конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов Оренбурга состоялся. Об этом сообщили в администрации города. По данным комиссии, по проведению открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам в Оренбурге, было подано 38 заявок от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Всего на конкурс было выставлено 26 автобусных маршрутов. По семи лотам конкурс признан несостоявшимся. Три заявки не соответствовали конкурсной документации. А на четыре маршрута так и не были поданы документы. Это два маршрута, соединяющие южную часть города с центром и 23 микрорайоном по улице Чкалова. Еще один, соединяющий центр со степным поселком. И один новый, так называемый туристический, проходящий по границе исторического центра города. Улицы 8 марта, Постникова, Максима Горького, Челюскинцев, Маршала Жукова. Вероятно, эти четыре маршрута не вызвали интерес у перевозчиков с точки зрения извлечения прибыли. Сообщается также, что автобусы по всем новым маршрутам на переходный период будут с буквы «Н». Победителям-перевозчикам в течение трех лет предстоит обновить весь свой транспорт. В итоге на дорогах Оренбурга будут курсировать лишь автобусы не старше семи лет. Всего в соответствии с конкурсной документацией в заявках указано 392 автобуса малого и среднего класса. Свидетельства на право транспортного обслуживания выдаются перевозчикам сроком на семь лет и будут действовать до 30 декабря 2030 года. А вот ремонт подземных пешеходных переходов в областном центре пока под вопросом. Подрядчика, который бы выполнил данную работу, еще не нашли. Речь о переходах рядом с Оренбургским государственным университетом и театром музыкальной комедии. За выполнение обязательств по контракту администрация Оренбурга предлагала больше двух миллионов рублей. Но размещенный на портале госзакобок электронный аукцион признан несостоявшимся. В каком состоянии сегодня переход, к примеру, возле ОГУ, выясняли наши корреспонденты. Исписанные стены повсюду мусор. То, что первым бросается в глаза тем, кто спускается в подземный переход на проспекте Победы. Тот, что напротив Оренбургского государственного университета. Однако долго смотреть по сторонам не получится. Высока вероятность падения с полуразрушенных ступеней, рассказывают прохожие. Бывает, что мы спали в зимний период, они заканчиваются часов 7-8, и уже темно. И в такое время очень сложно переходить на ту сторону дороги, потому что ступенек вообще не видно. Они все кривые, сломанные. Там была подружка, она говорит, я прям наступила, там просто я чуть-чуть упала с лестницы. Всегда здесь грязно, всегда здесь лужи, вот здесь, потому что я здесь каждый день хожу. С той стороны вообще ужасно, здесь и все репеты. Там есть ступеньки, которые просто сломаны полностью. Ужасно. Очень убитые лестницы, очень опасно ходить. И для людей с ограниченными возможностями это вообще практически невозможно, я считаю. И у меня вот подруга в том году, она сказала, что подвернула ногу. В наиболее разбитом состоянии лестница, которая ведет ко входу на территорию ОГУ. Здесь верхних ступеней практически нет, но часть от них в виде обломков лежат по всему спуску. Однако на этом проблемы подземки не заканчиваются. Сломать руку, вывихнуть ногу или, к примеру, стать жертвой нападения хулиганов. Вполне возможно и когда уже идешь через пешеходный переход. Ведь из 14 ламп работают лишь 4. Насколько здесь светло, догадаться нетрудно. При том, что снимаем мы в дневное время суток. Сказать, когда подземная пешеходная зона рядом с ОГУ будет отремонтирована, сложно. Тендер объявленной мэрией признан несостоявшимся. Ни одна компания не подала заявку на участие в нем. В перечень обязанностей подрядчика входило. Например, разобрать старую плитку ступеней и выложить новую. Сами ступени отремонтировать. Сделать внутреннюю облицовку стен и ряд других требований. За это администрация Оренбурга готова заплатить 710 тысяч рублей. А завершиться ремонт подземного перехода должен был до 1 сентября. Удастся ли к этому времени хотя бы найти подрядную организацию? Вопрос, который остается открытым. Юлия Тюшевская, Виктор Горшенев. Новости дня. Шесть человек погибли в страшном ночном ДТП в Самарской области на границе с Казахстаном. Ранним утром во вторник на трассе столкнулись два автомобиля. Сейчас организован объезд. Вместо аварии сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Кадры жуткой аварии приходят из Самарской области. Столкнулись мини-вэн и легковой автомобиль. Погибли шесть человек. Еще восемь госпитализировали в местную больницу. Силу удара можно оценить по повреждениям. У микроавтобуса полностью искорежена передняя часть кузова. Повсюду разбросаны детали и осколки. А легковой автомобиль отлетел в кювет. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие – граждане Киргизии и Узбекистана. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля на полосу встречного движения. На месте происшествия работы следственная оперативная группа сотрудники госинспекции организовали дорожное движение в объезд данного участка трассы федерального назначения. Это уже второе смертельное ДТП, которое произошло в Самарской области за последние сутки. Ранее в понедельник на трассе М5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись легковая машина и грузовик. В аварии погибли 14-летняя девочка и 53-летний мужчина. Сейчас ненадолго прервемся. И вот какие материалы вы увидите далее в программе. Социальные пенсии в России будут постепенно расти. В ближайшие годы повышение пособия коснется свыше 3,5 миллионов человек. Узнай больше о своем здоровье. Где можно пройти профилактический осмотр, экспресс-тест на ВИЧ и проверить легкие. Большие гастроли Белорусского театра. Что покажут оренбургцам минские артисты? Это новости дня. Мы продолжаем. Больше чем на 8% увеличатся социальные пенсии в России. Размер денежных выплат будут менять постепенно. Повышение коснется свыше 3,5 миллионов человек. Социальные пенсии в России будут увеличивать каждый год с 1 апреля. При этом будут учитывать прогнозные темпы роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Так, рост денежных выплат в 2024 составит 4%, в 2025 – 8%, а в 2026 – 8,4%. Средний же размер социальных пенсий к 2026 году достигнет почти 15 тысяч рублей. Так, в следующем году сумма превысит 12 тысяч рублей, в 2025 – 13 тысяч 808 рублей, в 2026 подрастет еще на 1 тысячу, до 14 тысяч 955 рублей. Напомним, соцпенсии получают те, у кого нет достаточного подтвержденного трудового стажа. Также они предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья и потерявшим кормильца. Ну а теперь к информации о ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка сейчас на вашем экране. На базе губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей прошла встреча с министром образования. Алексей Пахомов отвечал на вопросы победителей призера Всероссийской Олимпиады школьников. Виктор Молодых – призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию, который проходил в Ульяновске. Он говорит, предмет очень нравится, позволяет широко мыслить. Своими результатами ученик доволен. Призерство дает мне большое количество возможностей, в том числе квоту на следующий год для участия в Олимпиаде. Сама Олимпиада проходила хорошо. Виктору интересны юриспруденция и международные отношения. Он продолжает усиленно изучать все необходимые предметы. О своей подготовке школьник рассказывает министру образования Оренбургской области Алексею Пахомову. Увидел возможность, когда стал определенным победителем региона. Я понял, что все возможно и начал активнее в это углубляться. Министр образования Оренбургской области беседует со всеми победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников и Международной Олимпиады по татарскому языку. Поздравляет каждого. У нас задача министерства образования на самом деле создать условия для такой вот хорошей, хорошо мотивированной, комфортной учебы. И поэтому задача сегодняшней встречи одна из. Это понятно вас поздравить и сказать какие вы молодцы. Потому что вы правда молодцы. Потому что это соревнование очень, скажем, объективное, очень честное. Не менее важно, добавляет министр, узнать, что волнует школьников. Так некоторые ребята мечтают о свободном расписании, чтобы больше времени уделять любимым предметам. Елена Герёвина, Игорь Бероев, Новости дня. В Оренбурге каждую первую и третью субботу месяца проходит профилактическая акция под названием «Узнай больше о своем здоровье». В торговом комплексе «Гулевер» работают профилактические посты, где можно бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование. Подробности в нашем следующем материале. Суббота для здоровья. У оренбуржцев теперь есть возможность провести время с пользой и пройти бесплатное медицинское обследование прямо в стенах торгового центра «Гулевер». Здесь с начала лета в рамках профилактической акции «Узнай больше о своем здоровье» работает площадка регионального министерства здравоохранения, на которой развернуты посты здоровья, направленные на выявление факторов риска самых распространенных заболеваний. В течение нескольких минут можно проверить артериальное и внутриглазное давление, оценить, как работает сердце, узнать уровень холестерина и сахара в крови. Я живу здесь рядом, и поэтому нам очень удобно, пенсионерам, приходить на такое обследование. Обследование очень такое обширное. Все, что нужно для здоровья, здесь все работает. И давление, и зрение, и холестерин, и сахар. Все очень удобно. Да, очень удобно. Для желающих отказаться от курения или избавиться от лишних килограммов предусмотрены консультации врачей-психолога и диетолога. Дерматолог проверит родинки и посоветует, как защитить кожу от агрессивных солнечных лучей. А если стало подводить память, можно узнать у специалиста, как справиться и с этой проблемой. Удобно. Да еще бы. Вообще прелесть просто. Я говорю, мы как узнали, прям собрались быстренько, давай, я говорю, поехали. Муж заехал с утра, узнал, на самом деле или нет, и все. Так что спасибо вам большое. На медицинской площадке ведут прием врачи областного центра общественного здоровья, городской больницы имени Пирогова, областного наркодиспансера и областной психиатрической больницы номер 2. Перед торговым комплексом установлен мобильный флюорограф областного противотуберкулезного диспансера. Если вы давно не проходили это обследование, пожалуйста, вам сюда. Рядом выездная лаборатория областной инфекционной больницы, где за 15 минут можно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и узнать много важной информации об этом заболевании. Работаю рядом, прохожу мимо, смотрю, тут вот предложение такое, что можно делать флюорографию. Поэтому воспользовалась предложением. Как вам такая форма работы? Очень удобно, хорошо. Получив рекомендации специалиста, можно тут же посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, научиться, как правильно подбирать спортивное снаряжение и попробовать пройти маршрут здоровья под руководством опытного инструктора. Противоход, да? Левая нога, правая рука, левая нога, правая рука. И вот таким образом немножко потренируюсь, чтобы у вас потом получалось автоматически. Профилактическая акция «Узнай больше о своем здоровье» будет проводиться в течение всего лета в субботние дни в торговом комплексе «Гулливер». Медики приглашают на обследование и взрослых, и детей. Следите за информацией. Торжество искусства. В ближайшие выходные оренбургцы смогут увидеть спектакли Национального академического драматического театра из Минска. Постановки пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Выступать артисты будут на сцене Оренбургского драматического театра имени Максима Горького 1 и 2 июля. Встреча с минскими артистами начнется с пьесы Александра Островского «Опус 40. Беспреданница». Зрителям расскажут историю о том, как маленькие люди решают большие вопросы. Бедная красавица Лариса соглашается выйти замуж за чиновника, хотя любит она совершенно другого человека. Режиссер постановки Сергей Ковальчик делает акцент на противопоставлении великой неспешной реки Волги и низости человеческих отношений, которые превращаются в товарный обмен. Вторая постановка – комедия Мольера «Одураченный муж». Главный герой Жорж Данден женится на дочери обедневшего аристократа. Однако, чего он не ожидает, это того, что для высшего света он окажется не самоподходящей кандидатурой. Как будут развиваться события дальше, оренбуржцы смогут увидеть своими глазами. В Министерстве культуры Оренбургской области говорят, минских артистов ожидает теплый прием. О спорте. Футбольный клуб «Оренбург» начал предсезонную подготовку. В Москве команда прошла медосмотр и в понедельник вылетела в Турцию на тренировочные сборы. Первые и вторые этапы предсезонки пройдут в городе Болум на базе известнейшего клуба «Фенербахче». Это уже не первые сборы в турецком Среднегорье. И состав команды примерно тот же, что и раньше, с небольшими точечными изменениями. Главное отличие на тренерском мостике, который покинул Марсел Личко. Очень грустно, но такое в спорте происходит всегда и везде. Отличившиеся спортсмены и тренеры переходят на большие контракты в большие клубы. За три года работы в Оренбурге Личко успел полюбиться не только нашим болельщикам. Он поставил команде яркую атакующую игру, сделав провинциальный клуб главным открытием премьер-лиги. Мы играем для себя, играем для болельщиков, играем, потому что твоя гордость, да, это твоя гордость. Ты не хочешь там оставить игру без борьбы. Еще в зимнее окно предметный интерес клички проявлял Краснодар. После чего Оренбург переподписал контракт с тренером, внеся в него опцию выкупа за 1 миллион евро. И по завершении чемпионата эту опцию активировала столичная «Динамо», получив разгром 0-3 в Оренбурге. Помимо этого наши разносили Краснодар 5-1, Сочи 4-1, 4-0, обыграли «Спартак» 2-0. Были и болезненные поражения от «Локомотива» и особенно от «Зенита». Но, кстати, после питерского фиаско Оренбурж содержали три победы подряд. Появился свой рисунок игры, а после матчевой пресс-конференции «Лички» в знаменитом розовом свитере привлекали особый интерес. Я уже чуть-чуть устал от таких вопросов. У нас искусное поле и кто приезжает к нам, они не чувствуются комфортно. Менят газон 15 раз в сезоне. То значит, с искусственного поля, поле натуральное и на отверт. 15 раз и ты приезжаешь в Оренбург один раз в год. Если ты умеешь играть в футбол и мяч круглый, так играй в футбол, пожалуйста. Они тоже приехали в Сочи, и там было много песок. Как бы играл на плаже, можно сказать. Ну и выиграли 4-0. Уже тоже чуть-чуть как бы злой. Понимаете, как бы... Никто не скажет, что, например, как бы со «Спартаком» играли хорошо, но они все видели, что «Спартак» играл плохо. Никто не сказал, что «Спартак» играл, может, играл как бы там, ну, такую игру, медиум, средняя игра. Ну, а почему сыграл в среднем? Потому что можно Оренбург показать неплохую игру, либо хорошую игру. Это никто не скажет. Только потому, что «Спартак» играл плохо, так проиграл. Окей. Другие команды не умеют играть в футбол. Теперь личка тренер «Динамо». В Оренбурге его сменил другой чешский специалист Иржи Ерошек. Известный в прошлом футболист, пока не имеет каких-либо тренерских успехов. Но ведь до работы в нашем клубе никто не знал и признанного лучшим в этом сезоне Федотова, да и самого личку. Надеемся, что Ерошек сумеет успешно продолжить дело своих теперь уже звездных предшественников. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей, а также все телепроекты нашей редакции вы найдете на сайте ortv.ru. Присоединяйтесь к нам в официальных группах, в социальных сетях. Читайте, смотрите в телеграм-каналах. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. И до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии с метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина. Через несколько секунд я расскажу, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые родители, спешите получить информацию о получении социального сертификата на обучение по дополнительной образовательной программе, который будет доступен в личном кабинете на госуслугах с 1 сентября 2023 года. Консультации по телефону 43 50 93 или по адресу город Оренбург, улица Советская, дом 41, областной дворец имени Полиничка, региональный модельный центр дополнительного образования детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над Южным Уралом установится очаг повышенного давления с комфортной летней погодой. В ближайшие сутки небольшая и переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 со знаком плюс. Дневная температура плюс 21, плюс 26. Ветер ночью переменных направлений 2-7 метров в секунду. Днем ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. И по районам подробнее. На западе области плюс 7, плюс 10 градусов ночью, днем плюс 23, плюс 26. Центр и юг в ночное время 7-10 со знаком плюс, а днем плюс 23, плюс 26. На севере ночью 5-8 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 24. На востоке плюс 6, плюс 9 в ночное время, а днем плюс 22, плюс 25 градусов. В Оренбурге в ближайшие сутки без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10 градусов, а днем плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба без существенных изменений. У меня все о погоде. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Многие оренбуржцы давно знакомы с творчеством группы «Контингент», исполнителей военно-патриотических песен. Ансамбль был создан в 1987 году как духовный памятник событиям афганской войны. Мужеству, чести, отваге советского солдата. Насколько актуальны афганские и военно-патриотические песни сегодня? О творческом пути и перспективах поговорим сегодня с нашим гостем. В нашей студии художественный руководитель группы «Контингент» Синенок Олег Анатольевич. Олег Анатольевич, здравствуйте! Спасибо за приглашение. Хочу поприветствовать телезрителей. Прежде всего, я хотел бы у вас спросить как раз-таки о ваших слушателях. Кто они сегодня? Как они выглядят? У нас, наверное, на протяжении 35 лет нашего творчества зритель, наверное, изначально был разный совершенно. То есть это, конечно, ветераны афганской войны, ветераны боевых действий, также студенческая молодежь, потом люди, которые старшего возраста, вот, разные совершенно. У нас даже вот недавно совсем мы работали просто в школе для ребят, детишек. Они сегодня очень хорошо слушают патриотические песни, песни творчества группы «Контингент». Вот, поэтому у нас разного характера песни. Ну, в основном, конечно, настроены на патриотическое воспитание граждан. А какие темы вы затрагиваете, прежде всего, в своих песнях? Ну, наверное, я скажу так. Изначально, когда коллектив как бы основался, это в 87-м году, мы пели песни, естественно, про Афган, про Афганистан, то есть, которые были написаны там, которые были написаны уже после Афганской войны. Мы сами начали уже работать над песнями, то есть, свои собственные сочинения писали, работали. Потом были другие локальные точки, горячие. Мы о них тоже затрагивали тему. Ну, песни, они, о войне, они, я считаю, что все одинаковые. То есть, где бы мы ни находились, и чтобы как бы не было конфликтов вооруженных, то есть, они как бы одинаковые. Просто некоторые ребята вот в Афганистане, например, сочиняли песни уже наготовые, то есть, просто стихи. Потом ребята из чеченских событий, которые участвовали, они также пели песни Афганистана, потому что их уже на то время очень много было. Ну, творчество как бы, оно расширено. В любом случае, мы работаем над новым материалом. К сожалению, представить сейчас не могу. Я думаю, мы, наверное, попозже встретимся. Уже когда что-то готово будет, оно все сейчас в работе идет. То есть, ну, естественно, новое современное время, оно требует каких-то дополнительных аранжировок, новых видений. Хотя для нас, ну, для нашего творчества все-таки мы как бы верны своему творчеству. Вот, и пишем то, что нам нравится. Но иногда приходится, наверное, где-то отступить, переложить это на современность, как бы это ни было. Ну, мы пытаемся, сложно это для нас. Но, тем не менее, сочиняем новые работы, пишем. Я думаю, представим и зрителям, и слушателям в ближайшее совершенно время. Я думаю, может быть, месяца через три вот так вот постараемся в этом году. Ну, может быть, сейчас вы что-нибудь исполните из уже полюбившегося репертуара? Да, у нас, я хотел бы сказать, что в ансамбле у нас очень много песен, которые были написаны еще в те времена. Ну, что касается темы афганской войны, я вот хотел бы одну песню исполнить. Сейчас, какими мы станем, ребята. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята? Когда раскаленный остынет гранит, когда отгремят камни пады, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята? Какими мы станем, ребята? Когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы тревожить не надо, где высохнет соль от непрошенных слез, какими мы станем, ребята? Какие удачи нас ждут впереди, какие нас ищут награды? Когда отойдет, отомрет, отболит, какими мы станем, ребята? Какими мы станем, ребята? Вот эта песня была сочинена как раз вот после Афганистана. У нас есть автор-исполнитель Игорь Морозов, который написал целый цикл песен, посвященных Афганистану. Он в самом Афганистане был. К сожалению, сейчас его с нами нет. Но он много песен очень оставил после себя. Поэтому мы с ним в творческом содружестве написали, наверное, не одну песню, несколько песен, посвященных Афганской войне. Отличная песня. Хотелось бы спросить, исходя из вашего опыта, вы наверняка много общаетесь с участниками СФО. С каким настроением вы как раз-таки подходите к этому диалогу? Да, мы сейчас провели очень большую работу. Тем более член нашего коллектива сейчас тоже на передовой находится. И мы не могли к этому отнестись без своего участия. Потому что мы участвовали с прошлого года, с ноября месяца. Мы сделали большой тур по Оренбургской области благотворительной, где собирались средства со всех регионов, где мы были практически в каждом муниципальном образовании. Собирали средства в фонд «Защитник», который был организован еще с начала специальной военной операции. Поэтому мы провели много мероприятий, еще раз повторюсь. Все деньги шли на счет. Потом также мы участвуем сейчас в отправке грузов. То есть все, что необходимо ребятам. У нас есть прямая связь. Есть у нас такое объединение, как «Содружество» на Родимцево-16, где собирается и сортируется груз, и регулярно отправляется уже просто с прошлого года. Участвуют все абсолютно, от мала до велика. И студенты приходят, грузят. И ребята, конечно, ветеранские организации подключены. Вообще все, которые есть ветеранские организации, молодежные, волонтерские организации, которые сегодня... Никто, наверное, без участия сегодня не обходится. Поэтому я... Я... Вот мы когда проехали весь тур, это было с ноября, наверное, по... Ну, наверное, мы в марте, наверное, закончили. Конечно же, во всех муниципальных образованиях и руководство муниципальных образований, конечно, очень внимательно к этому отнеслись. Перечисляли насчет и предприятия, и организации. Предприниматели также. И, конечно, люди, которые приносили совершенно разную сумму. То есть это все аккумулировали. Также закупались все необходимые технические средства, которые ребятам. Общаемся мы с ними. Ребята встречаются, которые везут груз. Передают огромный привет. Привет нашим землякам. В каждом муниципальном образовании есть участники. Мы встречаемся практически с семьями участников СВО. Конечно, к большому сожалению, наши героические земляки есть погибшие. Но это война. Они защищают нашу Родину. Сейчас это самое, наверное, главное и особенно главная задача нашей страны и нас тоже с вами. Я знаю, что вы часто выступаете в госпиталях. С каким настроением ребята там находятся? Наверняка удается пообщаться в перерывах между выступлениями. Да, мы в нашем госпитале, потом мы ездим по другим городам, не только в Оренбургской области. Мы также принимаем участие и просим даже, чтобы нас сопроводили в госпитале, то есть сделать какой-то небольшой акустический концерт, то есть просто под гитару где-то. Встречают всегда хорошо. Ну, для ребят, конечно, которые проходят реабилитацию, для, ну, как бы даже для всех, наверное, ребят, сегодня самое главное наше внимание. Внимание тыла. То есть даже неважно, какой артист к ним приехал, то есть тематически вот с патриотическими песнями, ветеранский там коллектив или просто коллективы. Вот у нас очень много коллективов в городе, которые постоянно участвуют в мероприятиях. Я им тоже благодарен очень. Они ждут всех, потому что им нужно внимания. Когда им уделяют внимание, вот, это особая реабилитация, которую мы с ним общаемся, с ними, конечно. Они очень рады, говорят, мы всегда рады, когда к нам приходят. То есть, ну, естественно, без подарков мы не приезжаем, что-то там где-то. На ваш взгляд, достаточно ли сейчас вот таких военно-патриотических коллективов? И вот ваше мнение, хотелось бы узнать, на что способна в целом патриотическая песня на фронте? Ну, я считаю, вообще песня, она всегда помогает, особенно патриотическая, то есть любовь к родине, к ребятам, обращение в песнях. Сейчас очень многие коллективы наши, оренбургские, я знаю, которые, может быть, до того, как бы особо не пели такие песни, то есть эстрада там все, они сейчас активно принимают участие, и активно поют патриотические песни, песни Великой Отечественной войны. Вот, у нас много хороших коллективов в Оренбурге. Мы с ними где-то участвуем вместе в каких-то мероприятиях городских. Вот, все слажено, молодцы, здорово, работают все хорошо, молодцы, на совесть просто. Кто, с другой стороны, самодельные коллективы, кто как может, они все сегодня участвуют, это очень важно сегодня, уделить внимание, поэтому у нас, наверное, нет сегодня ни одного человека, который бы был равнодушен к сегодняшним событиям. Расскажите о ваших планах, а планируете ли вы в целом выступить на фронте, вот, непосредственно перед ребятами? Да, это у нас, как бы, цель такая есть, съездить на передовую, может быть, даже не на саму передовую, а на вторую линию, там, где-то. Сейчас организовывается мероприятие, вот, потому что, ну, есть такие моменты, мы согласовываем это все, делаясь с Министерством обороны, и с ребятами, проходит согласование, чтобы нам туда приехать, поэтому идут согласования, то есть даже я задавал вопрос еще в начале спецоперации, звонил ребятам, там, офицерам, они говорят, ребят, не мешайте работать, давайте вы еще поездите обязательно там. Конечно, хотелось бы съездить, у нас коллектив как бы заряжен, хотелось бы съездить, исполнить какие-то и новые песни, вот как раз посвященные песни вот этим событиям для ребят. Ну, и афганские, то есть песня афганская, какая-то еще, они сейчас поются везде и все, то есть это одна песня, песня про жизнь на войне, то есть это там, это обо всем сказано, поэтому у нас и ветераны-афганцы сейчас на СОО находятся, и не только с Лос-Аренбургской области, и из других регионов, мы с центральным управлением нашей организации, Российского Союза ветеранов Афганистана, общаемся, ребята присылают, то есть вроде в возрасте нет, вот такой вот дух, ну не только с нашей организации, со многих ветеранов есть у нас, и ветераны афганской войны, СОО, и чеченской войны, других конфликтов тоже все, ну очень многие находятся там сейчас. Я не мог не заметить, у вас на манжете как раз-таки знак, почетный знак от президента Российской Федерации. Расскажите, что испытывали в тот момент, когда за ваши песни, за вашу деятельность в сфере культуры вы получили этот знак? Для меня было очень приятно получить такую высокую награду. Эта награда значит доверие, то, что мы все правильно делаем за очень много лет работы коллектива, и моей также работы. Я, конечно, благодарю коллектив за эту награду, потому что без него бы, ну как-то тоже бы работали, но коллектив у нас очень слаженный, хороший. Спасибо коллективу. Спасибо зрителю, самое главное нашему. Вот что мы можем сказать. И для меня это как бы вперед, дальше надо работать. Расскажите о своих творческих планах тогда, что ждать поклонникам группы «Контингент» в ближайшем будущем? Мы сейчас работаем над новым проектом, я уже говорил, он как бы такой свеженький будет, постараемся все-таки где-то немножко на молодежь выйти, потому что у них другие аранжировки, другой звук, но в пределах, конечно, разумного, потому что мы сейчас есть тексты, отрабатываем, потому что у нас очень много еще материала, подготовительного, будем так говорить, который еще лежит, наверное, 5-10 лет. То есть есть зарисовочки какие-то, где-то записали, есть текст какой-то, там строчка какая-то где-то, то есть мы это все храним, потом это все поднимаем. Вот, бывает так, что прочитал и возникло дальше движение уже этой песни, и поэтому есть у нас архив, мы осторожно очень относимся вообще к текстам. Текст, я считаю, это вообще самое главное. То есть смысл песни должен быть от начала до конца. И, естественно, аранжировка. Вот, у нас сейчас в коллективе работают прекрасные музыканты, которые сочиняют, мы их коллективно трудимся, коллективно. То есть очень много спорных вопросов, то есть это все потом записываем. Сейчас я вот хотел поблагодарить администрацию города, администрацию Оренбургской области за помощь контингенту. Мы сейчас приобрели, благодаря администрации города, приобрели уже оборудование новое, то есть инструменты. Сейчас осуществляется во Дворце культуры молодежной, где мы базируемся, осуществляется ремонт помещений соответствующих, вот, чтобы звуковых для студии. Вот, и я считаю, что в ближайшее время мы уже не на коленках, а будем в нормальной студии работать. Очень интересно будет послушать. Ну и давайте напоследок, может быть, что-нибудь еще исполните нам. Да, я хотел бы, наверное, я говорил, что песня «Афганская», она сегодня звучит везде. То есть я просто знаю точно, что вот эту песню поют везде, и мы ее всегда поем уже, ну, наверное, на протяжении 35 лет. Батальон разведка. А на войне, как на войне, А здесь труднее нам двойне, Едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в дождь, уходим в зной, Уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в дождь, уходим в зной, Уходим в снег. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, Снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда? А если так случится вдруг, Тебя навек покинет друг, Не осуждай его, война тому виной. Тебе наш ротный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной. Тебе наш ротный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, Снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда кончится война, Мы все наденем ордена, Гурьбою сядемся за дружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, Кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарищу нальем. И вспомним тех, кто не дожил, Кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарищу нальем. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, Снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Огромное спасибо, Олег Анатольевич, За ваше творчество И что пришли к нам в эфир. Спасибо вам. Спасибо нашим дорогим И уважаемым аребуржцам. Спасибо нашим зрителям и слушателям. Здравствуйте, это рубрика «Всплеск интересов» И я ее ведущая, Виолетта Широкова. Здесь мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе за последние сутки. Открывает наш рейтинг запрос Элтон Джон, 42 всплесковых балла. Один из самых популярных артистов в мире дал свой последний концерт в Великобритании в рамках прощального тура. Однако артист отмечает, это не значит, что он завершает карьеру. Элтон Джон планирует продолжить работать над музыкальными произведениями, но закончить туровую деятельность. Музыкант за свою карьеру получил две премии «Оскар», пять «Грэмми» и был посвящен в «Рыцаре» Елизаветы II. Следующий запрос Лукашенко выступления, 55 всплесковых баллов. Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня ответит на вопросы журналистов. Об экстренном обращении речь не идет, сообщают государственные СМИ республики. Глава республики расскажет о событиях, связанных с попыткой военного мятежа в России в минувшие выходные. Лукашенко раскроет детали урегулирования конфликта. Предполагается, что речь пойдет о статусе Чивака Вагнер в России. Тройку лидеров открывает запрос Курбан-Байрам. Его результат 62 всплесковых балла. Это один из главных праздников мусульман. Его отмечают через 70 дней после ураза Байрама, окончания поста. В этом году он попадает на 28 июня. Празднование начинается с утра. Оно сопровождается полным омолением и облачением в чистую одежду. Мусульманские женщины наводят идеальный порядок в доме и готовят много изысканных блюд. Главный из них – баранина, пирожки, плов, десерты с миндалем и изюмом, лепешки и печенье. Серебро рейтинга забирает запрос Роман Костомаров. Он набрал 67 всплесковых баллов. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже больше полугода находится в больнице. Выложил видео, на котором он занимается на велотренажере, крутя педали с помощью протезов. В сети спортсмены желают успешной реабилитации и искренне радуются за его позитивный настрой. Лидером запросов стало обращение Путина – 76 всплесковых баллов. 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением впервые после попытки военного мятежа. Путин сообщил, что патриотический настрой граждан сыграл решающую роль и позволил преодолеть сложнейшие испытания для нашей страны. Он также поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в разрешение ситуации. Наконец, Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами. На этом у меня все. Это была рубрика «Вспеск интересов», где мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе. С вами была Виолетта Широкова. До встречи на ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Вначале коротко главная тема этого выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть ли корь в Оренбурге? Роспотребнадзор проводит проверку, а в Минздраве области предлагают всем непривитым пройти вакцинацию. Освоение бюджетных средств и участие бизнеса в проектах благоустройства. На заседании правительства области главам территории у губернатора есть вопросы. Конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов Оренбурга состоялся. Как распознать новые направления движения? Социальные пенсии в России будут постепенно расти. В ближайшие годы повышение пособия коснется свыше 3,5 миллионов человек. Узнай больше о своем здоровье. Где можно пройти профилактический осмотр, экспресс-тест на ВИЧ и проверить легкие. Большие гастроли белорусского театра. Что покажут оренбуржцам минские артисты? В Оренбурге выявлен больной, предположительно, корью. На подъездах одного из многоквартирных домов по улице Туркестанской стали появляться объявления, в которых медики просят всех проживающих по данному адресу предъявить справки о наличии прививок от заболевания. Буквально несколько минут назад здесь было объявление для местных жителей с просьбой предоставить сведения о прививках. Как видите, его сорвали и такая ситуация на каждом подъезде. Вот такие объявления накануне появились на дверях подъезда пятиэтажки. А поскольку утром их кто-то спешно сорвал, о возможном распространении, предположительно, коре в доме знают не все. Ну а те, кто осведомлен, мало верят, что такое возможно. О, Боже, слышу, вы что? Врачи приходили, вчера три раза приходили. У меня были маленькие дети, болели корей, а большие никто не болели. Прививку сделали и все на этом. А как сейчас пойдет, не знаю. В Роспотребнадзоре Оренбургской области подтвердили. В доме на улице Туркестанской у одного из жителей есть подозрения на коре. Сейчас проводятся необходимые лабораторные исследования для точного диагноза. У заболевшего у нас отобран биоматериал. Он направлен на исследование в региональный центр по коре, который располагается в Башкортостане. Результат исследования будет получен в ближайшие дни. Для жителей нет ограничений. Нужно определить контакт с лицом. Это могут быть и по работе, и по учебе. Ну, где бывал, человек узнается. Может быть, он откуда-то приехал, где-то был в последнее время. Также, в том числе, это соседи. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Под ударом может оказаться любой, кто находился рядом с заболевшим. Первыми симптомами заболевания может стать высокая температура, конъюнктивит, сыпь или воспаление слизистых. В конце прошлого года корь активизировалась. И активизировалась она в достаточно близких к нам регионах. Это, во-первых, в Самарской области. Чуть дальше это был Новосибирск, Омск, Барнаул. И все эти случаи были завозные. В основном, это был Таджикистан, это был Узбекистан, а не наши жители. По последним данным, в России введен карантин из-за кори в детских садах Пермского края. Санитарные врачи напоминают, в марте было зафиксировано 6 случаев кори в Оренбургском районе, Орске и Оренбурге. Среди заболевших были пятеро взрослых и один ребенок. Как сообщают в региональном Минздраве, всем непривитым лучше обезопасить себя и пройти вакцинацию. Необходимые препараты есть в наличии. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев, Новости дня. Пожароопасная обстановка в регионе, ремонт многоквартирных домах, а также сроки выхода подрядчика на пострадавшую от пожара многоэтажку на улице Советской. Об этом и не только шла речь во вторник на заседании правительства области. Все подробности далее. Один из первых вопросов на повестке дня – работа в регионе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она начала действовать в стране с 2020 года. Ремонт дорог, оборудование контейнерных площадок, уличное освещение, ремонт и строительство домов культуры. Спектр действия программы широк. Денис Паслер интересуется у вице-губернатора Сергея Балыкина, насколько активно в территориях участвует бизнес. Ведь на некоторые объекты нужно искать вне бюджетные средства. Требуется софинансирование. Программы предпринимаем, заявки делаем. Потом у нас бизнес не везде участвует, а с охраной остановится область. Здесь у нас какие-то гарантии для области, что у нас не будут проблем. Да, в этом году идет 7 мероприятий по «Комплексному развитию», выделено 644 миллиона рублей. За исключением дорог, все остальное идет софинансирование бизнеса. Сегодня, если говорить по таким опасениям, где не складывается, из шести муниципалитетов, самая серьезная ситуация у нас по Сарактарскому району. Там объект стоимостью 371 миллиона рублей, на который средства еще добавили. Там необходимые вне бюджетки 371 миллиона рублей. Есть опасения, что данные деньги район не сможет собрать. Детальный разбор ситуации глава региона пообещал сделать в ближайшее время. Денис Паслер собирается с рабочим визитом посетить Сарактарский район. Губернатор поднимает вопрос и дальнейшей судьбы многоквартирного дома по улице Советской. Там в середине мая произошел крупный пожар. Требуется ремонт крыши. Деньги из областного бюджета выделены были еще месяц назад. Однако подрядчика на объекте до сих пор нет. По видеосвязи на разговор вызывает администрацию города. Со следующей недели выходим детальное инструментальное обследование. Сразу оперативно после этого. Это ориентировочно 15-18 июля. Подрядчик приступает к работе уже непосредственно. Месяц уже. Я слышу, что там понятно у вас. Существом того, что особенности надо учесть с точки зрения, кто должен делать и как должен делать, понимаем. Но, коллеги, мы уже деньги отдали из областного бюджета месяц назад. Причем, в общем-то, мы могли бы и не давать. Но, тем не менее, мы же жители услышали, но как-то просьба с управляющей компанией доделать. Аналогичная ситуация и в Светлом. Там также работы после возгорания на крыше многоквартирного дома не ведутся. В местной администрации говорят, все дело в проектно-сметной документации. Она готовится уже месяц. Этими сроками недоволен глава региона. Сколько надо времени? Сметка сделать. Дефектовка недели, сметы еще недели. Полторы-две максимум. У нас же дефект. Полторы-две. У вас уже месяц прошел, учитывая, все разрабатываете. Что вы там разрабатываете? Фонд у вас там. Работы у вас по крышам ведутся и в прошлом году, и в этом продолжается. Достаточно понятный набор работ, что там нужно делать. А вы все разрабатываете, разрабатываете. И в прошлом году ее сделали. Сейчас разрабатываете, и в зиму уйдете без крыши. И люди потом будут мучиться опять. На повестке дня 25 вопросов. Их члены правительства рассматривают в течение часа. К некоторым из тем, которые взяты на контроль, решено вернуться на ближайших совещаниях. Наталья Мороз, Виктор Гошенев. Новости дня. Конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов Оренбурга состоялся. Об этом сообщили в администрации города. По данным комиссии, по проведению открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам в Оренбурге было подано 38 заявок от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Всего на конкурс было выставлено 26 автобусных маршрутов. По семи лотам конкурс признан несостоявшимся. Три заявки не соответствовали конкурсной документации, а на четыре маршрута так и не были поданы документы. Это два маршрута, соединяющие южную часть города с центром и 23 микрорайоном по улице Чкалова. Еще один, соединяющий центр со степным поселком. И один новый, так называемый туристический, проходящий по границе исторического центра города. Улицы 8 марта, Постникова, Максима Горького, Челюскинцев, Маршала Жукова. Вероятно, эти четыре маршрута не вызвали интерес у перевозчиков с точки зрения извлечения прибыли. Сообщается также, что автобусы по всем новым маршрутам на переходный период будут с буквы «Н». Победителям-перевозчикам в течение трех лет предстоит обновить весь свой транспорт. В итоге на дорогах Оренбурга будут курсировать лишь автобусы не старше семи лет. Всего в соответствии с конкурсной документацией в заявках указано 392 автобуса малого и среднего класса. Свидетельства на право транспортного обслуживания выдаются перевозчикам сроком на семь лет и будут действовать до 30 декабря 2030 года. А вот ремонт подземных пешеходных переходов в областном центре пока под вопросом. Подрядчика, который бы выполнил данную работу, еще не нашли. Речь о переходах рядом с Оренбургским государственным университетом и театром музыкальной комедии. За выполнение обязательств по контракту администрация Оренбурга предлагала больше двух миллионов рублей. Но размещенный на портале госзакобок электронный аукцион признан несостоявшимся. В каком состоянии сегодня переход, к примеру, возле ОГУ, выясняли наши корреспонденты. Исписанные стены повсюду мусор. То, что первым бросается в глаза тем, кто спускается в подземный переход на проспекте Победы. Тот, что напротив Оренбургского государственного университета. Однако долго смотреть по сторонам не получится. Высока вероятность падения с полуразрушенных ступеней, рассказывают прохожие. Бывает, что мы спали в зимний период, они заканчиваются часов 7-8, и уже темно. И в такое время очень сложно переходить на ту сторону дороги, потому что ступенек вообще не видно. Они все кривые, сломанные. Там была подружка, она говорит, я прям наступила, там просто я чуть не упала с лестницы. Всегда здесь грязно, всегда здесь лужи, вот здесь, потому что я здесь каждый день хожу. Стой ужасно. С той стороны вообще ужасно, здесь не терпимо. Там есть ступеньки, которые просто сломаны полностью. Ужасно. Очень убитые лестницы, очень опасно ходить. И для людей с ограниченными возможностями это вообще практически невозможно, я считаю. И у меня вот подруга в том году, она сказала, что подвернула ногу. В наиболее разбитом состоянии лестница, которая ведет ко входу на территорию ОГУ. Здесь верхних ступеней практически нет, но часть от них в виде обломков лежат по всему спуску. Однако на этом проблемы подземки не заканчиваются. Сломать руку, вывихнуть ногу или, к примеру, стать жертвой нападения хулиганов вполне возможно, и когда уже идешь через пешеходный переход. Ведь из 14 ламп работают лишь 4. Насколько здесь светло, догадаться нетрудно, при том, что снимаем мы в дневное время суток. Сказать, когда подземная пешеходная зона рядом с ОГУ будет отремонтирована, сложно. Тендер, объявленный мэрией, признан несостоявшимся. Ни одна компания не подала заявку на участие в нем. В перечень обязанностей подрядчика входило, например, разобрать старую плитку ступеней и выложить новую. Сами ступени отремонтировать, сделать внутреннюю облицовку стен и ряд других требований. За это администрация Оренбурга готова заплатить 710 тысяч рублей. А завершиться ремонт подземного перехода должен был до 1 сентября. Удастся ли к этому времени хотя бы найти подрядную организацию, вопрос которой остается открытым. Юлия Тюшевская, Виктор Горшенев. Новости дня. Шесть человек погибли в страшном ночном ДТП в Самарской области на границе с Казахстаном. Ранним утром во вторник на трассе столкнулись два автомобиля. Сейчас организован объезд. Вместо аварии сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Кадры жуткой аварии приходят из Самарской области. Столкнулись мини-вэн и легковой автомобиль. Погибли шесть человек, еще восемь госпитализировали местную больницу. Силу удара можно оценить по повреждениям. У микроавтобуса полностью искорежена передняя часть кузова. Повсюду разбросаны детали и осколки. А легковой автомобиль отлетел в кювет. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие – граждане Киргизии и Узбекистана. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля на полосу встречного движения. На месте происшествия работы следственная оперативная группа сотрудники госинспекции организовали дорожное движение в объезд данного участка трассы федерального назначения. Это уже второе смертельное ДТП, которое произошло в Самарской области за последние сутки. Ранее, в понедельник, на трассе М5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись легковая машина и грузовик. В аварии погибли 14-летняя девочка и 53-летний мужчина. Сейчас ненадолго прервемся. И вот какие материалы вы увидите далее в программе. Социальные пенсии в России будут постепенно расти. В ближайшие годы повышение пособия коснется свыше 3,5 миллионов человек. Узнай больше о своем здоровье. Где можно пройти профилактический осмотр, экспресс-тест на ВИЧ и проверить легкие. Большие гастроли Белорусского театра. Что покажут оренбуржцам минские артисты? Это новости дня. Мы продолжаем. Больше чем на 8% увеличится социальная пенсия в России. Размер денежных выплат будут менять постепенно. Повышение коснется свыше 3,5 миллионов человек. Социальные пенсии в России будут увеличивать каждый год с 1 апреля. При этом будут учитывать прогнозные темпы роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Так, рост денежных выплат в 2024 составит 4%, в 2025 – 8%, а в 2026 – 8,4%. Средний же размер социальных пенсий к 2026 году достигнет почти 15 тысяч рублей. Так, в следующем году сумма превысит 12 тысяч рублей, в 2025 – 13 тысяч 808 рублей, в 2026 – подрастет еще на одну тысячу, до 14 тысяч 955 рублей. Напомним, соцпенсии получают те, у кого нет достаточного подтвержденного трудового стажа. Также они предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья и потерявшим кормильца. Ну а теперь к информации о ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка сейчас на вашем экране. На базе губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей прошла встреча с министром образования. Алексей Пахомов отвечал на вопросы победителей призера Всероссийской олимпиады школьников. Виктор Молодых – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, который проходил в Ульяновске. Он говорит, предмет очень нравится, позволяет широко мыслить. Своими результатами ученик доволен. Призерство дает мне большое количество возможностей, в том числе квоту на следующий год для участия в олимпиаде. Сама олимпиада проходила хорошо. Виктору интересны юриспруденция и международные отношения. Он продолжает усиленно изучать все необходимые предметы. О своей подготовке школьник рассказывает министру образования Оренбургской области Алексею Пахомову. Увидел возможность, когда стал победителем региона. Я понял, что в принципе все возможно и начал активнее в это углубляться. Министр образования Оренбургской области беседует со всеми победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и Международной олимпиады по татарскому языку. Поздравляет каждого. У нас задача Министерства образования на самом деле создать условия для такой вот хорошей, хорошо мотивированной, комфортной учебы. И поэтому задача сегодняшней встречи одна из – это, понятно, вас поздравить и сказать, какие вы молодцы, потому что вы правда молодцы. Потому что это соревнование очень, скажем, объективное, очень честное. Не менее важно, добавляет министр, узнать, что волнует школьников. Так некоторые ребята мечтают о свободном расписании, чтобы больше времени уделять любимым предметам. Елена Гиреевна, Игорь Бероев, Новости дня. В Оренбурге каждую первую и третью субботу месяца проходит профилактическая акция под названием «Узнай больше о своем здоровье». В торговом комплексе «Гулевер» работают профилактические посты, где можно бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование. Подробности в нашем следующем материале. Суббота для здоровья. У оренбуржцев теперь есть возможность провести время с пользой и пройти бесплатное медицинское обследование прямо в стенах торгового центра «Гулевер». Здесь с начала лета в рамках профилактической акции «Узнай больше о своем здоровье» работает площадка регионального министерства здравоохранения, на которой развернуты посты здоровья, направленные на выявление факторов риска самых распространенных заболеваний. В течение нескольких минут можно проверить артериальное и внутриглазное давление, оценить, как работает сердце, узнать уровень холестерина и сахара в крови. Я живу здесь рядом, и поэтому нам очень удобно, пенсионерам, приходить на такое обследование. Обследование очень такое обширное. Все, что нужно для здоровья, здесь все работает. И давление, и зрение, и холестерин, и сахар. Все очень удобно. Да, очень удобно. Для желающих отказаться от курения или избавиться от лишних килограммов предусмотрены консультации врачей-психолога и диетолога. Дерматолог проверит родинки и посоветует, как защитить кожу от агрессивных солнечных лучей. А если стало подводить память, можно узнать у специалиста, как справиться и с этой проблемой. Удобно. Да еще бы. Вообще прелесть просто. Я говорю, мы как узнали, прям собрались быстренько, давай, я говорю, поехали. Муж заехал с утра, узнал, на самом деле или нет, и все. Так что спасибо вам большое. На медицинской площадке ведут прием врачи областного центра общественного здоровья, городской больницы имени Пирогова, областного наркодиспансера и областной психиатрической больницы номер 2. Перед торговым комплексом установлен мобильный флюорограф областного противотуберкулезного диспансера. Если вы давно не проходили это обследование, пожалуйста, вам сюда. Рядом выездная лаборатория областной инфекционной больницы, где за 15 минут можно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и узнать много важной информации об этом заболевании. Работаю рядом, прохожу мимо, смотрю, тут вот предложение такое, что можно делать флюорографию. Поэтому воспользовалась предложением. Как вам такая форма работы? Очень удобно, хорошо. Получив рекомендации специалиста, можно тут же посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, научиться, как правильно подбирать спортивное снаряжение и попробовать пройти маршрут здоровья под руководством опытного инструктора. Противоход, да? Левая нога, правая рука, левая нога, правая рука. И вот таким образом немножко потренируйтесь. Потом это у вас, это чтобы у вас потом получалось автоматически. Профилактическая акция «Узнай больше о своем здоровье» будет проводиться в течение всего лета в субботние дни в торговом комплексе «Гулливер». Медики приглашают на обследование и взрослых, и детей. Следите за информацией. Торжество искусства. В ближайшие выходные оренбургцы смогут увидеть спектакли Национального академического драматического театра из Минска. Постановки пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Выступать артисты будут на сцене Оренбургского драматического театра имени Максима Горького 1 и 2 июля. Встреча с минскими артистами начнется с пьесы Александра Островского «Опус 40. Беспреданница». Зрителям расскажут историю о том, как маленькие люди решают большие вопросы. Бедная красавица Лариса соглашается выйти замуж за чиновника, хотя любит она совершенно другого человека. Режиссер постановки Сергей Ковальчик делает акцент на противопоставлении великой неспешной реки Волги и низости человеческих отношений, которые превращаются в товарный обмен. Вторая постановка – комедия Мольера «Одураченный муж». Главный герой Жорж Данден женится на дочери обеднившего аристократа. Однако, чего он не ожидает, это того, что для высшего света он окажется не самоподходящей кандидатурой. Как будут развиваться события дальше, оренбуржцы смогут увидеть своими глазами. В Министерстве культуры Оренбургской области говорят, минских артистов ожидает теплый прием. О спорте. Футбольный клуб «Оренбург» начал предсезонную подготовку. В Москве команда прошла медосмотр и в понедельник вылетела в Турцию на тренировочные сборы. Первые и вторые этапы предсезонки пройдут в городе Болум на базе известнейшего клуба «Финирабахче». Это уже не первые сборы в турецком Среднегорье. И состав команды примерно тот же, что и раньше, с небольшими точечными изменениями. Главное отличие на тренерском мостике, который покинул Марсел Личко. Очень грустно, но такое в спорте происходит всегда и везде. Отличившиеся спортсмены и тренеры переходят на большие контракты в большие клубы. За три года работы в Оренбурге Личко успел полюбиться не только нашим болельщикам. Он поставил команде яркую атакующую игру, сделав провинциальный клуб главным открытием премьер-лиги. Мы играем для себя, играем для болельщиков, играем, потому что твоя гордость, да, это твоя гордость. Ты не хочешь там оставить игру без борьбы. Еще в зимнее окно предметный интерес клички проявлял Краснодар. После чего Оренбург переподписал контракт с тренером, внеся в него опцию выкупа за 1 миллион евро. И по завершении чемпионата эту опцию активировала столичная «Динамо», получив разгром 0-3 в Оренбурге. Помимо этого наши разносили Краснодар 5-1, Сочи 4-1, 4-0, обыграли Спартак 2-0. Были и болезненные поражения от Локомотива и особенно от Зенита. Но, кстати, после питерского фиаско Оренбуржцы одержали три победы подряд. Появился свой рисунок игры, а после матчевой пресс-конференции Лички в знаменитом розовом свитере привлекали особый интерес. Я уже чуть-чуть устал от таких вопросов. У нас искусное поле и кто приезжает к нам, что они не чувствуются комфортно. Менять газон 15 раз в сезоне. То есть искусное поле, поле натуральное. И наоборот 15 раз и ты приезжаешь в Оренбург один раз в год. Если ты умеешь играть в футбол и мяч круглый, так играй в футбол, пожалуйста. Мы тоже приехали в Сочи и там было много песок. Как бы играл на плаже, можно сказать. Ну и выиграли 4-0. Уже тоже чуть-чуть как бы злой. Вы понимаете, как бы никто не скажет, что, например, со Спартаком играли хорошо, но они все видели, что Спартак играл плохо. Никто не сказал, окей, Спартак играл, может, играл как бы там, ну, такую игру, медиум, средняя игра. Но почему сыграл средняя? Потому что можно Оренбург показать неплохую игру, либо хорошую игру. Это никто не скажет. Только потому что Спартак играл, плохо так проиграл. Окей. Другие команды не умеют играть в футбол. Теперь личка тренер Динамо. В Оренбурге его сменил другой чешский специалист Иржи Ерошек. Известный в прошлом футболист, пока не имеет каких-либо тренерских успехов. Но ведь до работы в нашем клубе никто не знал и признанного лучшим в этом сезоне Федотова, да и самого личку. Надеемся, что Ерошек сумеет успешно продолжить дело своих, теперь уже звездных предшественников. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей, а также все телепроекты нашей редакции вы найдете на сайте ORTTV.ru. Присоединяйтесь к нам в официальных группах, в социальных сетях. Читайте и смотрите в телеграм-каналах. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии с метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина. Через несколько секунд я расскажу, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Здравствуйте! Уважаемые родители, спешите получить информацию о получении социального сертификата на обучение по дополнительной образовательной программе, который будет доступен в личном кабинете на госуслугах с 1 сентября 2023 года. Консультации по телефону 43 50 93 или по адресу город Оренбург, улица Советская, дом 41, областной дворец имени Полиничка, региональный модельный центр дополнительного образования детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над Южным Уралом установится очаг повышенного давления с комфортной летней погодой. В ближайшие сутки небольшая и переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 со знаком плюс. Дневная температура плюс 21, плюс 26. Ветер ночью переменных направлений 2-7 метров в секунду. Днем ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. И по районам подробнее. На западе области плюс 7, плюс 10 градусов ночью, днем плюс 23, плюс 26. В центре и юг в ночное время 7-10 со знаком плюс, а днем плюс 23, плюс 26. На севере ночью 5-8 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 24. На востоке плюс 6, плюс 9 в ночное время, а днем плюс 22, плюс 25 градусов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге в ближайшие сутки без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10 градусов, а днем плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба без существенных изменений. У меня все о погоде. Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суббота для здоровья. У оренбуржцев теперь есть возможность провести время с пользой и пройти бесплатное медицинское обследование прямо в стенах торгового центра «Гулливер». Здесь с начала лета в рамках профилактической акции «Узнай больше о своем здоровье» работает площадка регионального министерства здравоохранения, на которой развернуты посты здоровья, направленные на выявление факторов риска самых распространенных заболеваний. В течение нескольких минут можно проверить артериальное и внутриглазное давление, оценить, как работает сердце, узнать уровень холестерина и сахара в крови. Я живу здесь рядом, и поэтому нам очень удобно, пенсионерам, приходить на такое обследование. Обследование очень такое обширное. Все, что нужно для здоровья, здесь все проводят. И давление, и зрение, и холестерин. Даем слой крови, сахар. Все очень удобно. Да, очень удобно. Для желающих отказаться от курения или избавиться от лишних килограммов предусмотрены консультации врачей-психолога и диетолога. Дерматолог проверит родинки и посоветует, как защитить кожу от агрессивных солнечных лучей. А если стала подводить память, можно узнать у специалиста, как справиться и с этой проблемой. Удобно. Да еще бы. Вообще прелесть просто, как я говорю. Мы как узнали, прям собрались быстренько, давай, я говорю, поехали. Муж заехал с утра, узнал, на самом деле или нет, и все. Так что спасибо вам большое. На медицинской площадке ведут прием врачи областного центра общественного здоровья, городской больницы имени Пирогова, областного наркодиспансера и областной психиатрической больницы номер 2. Перед торговым комплексом установлен мобильный флюорограф областного противотуберкулезного диспансера. Если вы давно не проходили это обследование, пожалуйста, вам сюда. Рядом выездная лаборатория областной инфекционной больницы, где за 15 минут можно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и узнать много важной информации об этом заболевании. Работаю рядом, прохожу мимо, смотрю, тут вот предложение такое, что можно делать флюорографию. Поэтому воспользовалась предложением. Как вам такая форма работы? Очень удобно, хорошо. Получив рекомендации специалиста, можно тут же посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, научиться, как правильно подбирать спортивное снаряжение и попробовать пройти маршрут здоровья под руководством опытного инструктора. Противоход, да? Левая нога, правая рука, левая нога, правая рука. И вот таким образом немножко потренируюсь. Потом это у вас, это чтобы у вас потом получалось автоматически. Профилактическая акция «Узнай больше о своем здоровье» будет проводиться в течение всего лета, в субботние дни в торговом комплексе «Гулливер». Медики приглашают на обследование и взрослых, и детей. Следите за информацией. Дерево с федерацией, чем спорта и наших чемпионов группа! На празднике молодежь со всей области. Сегодня здесь работают десятки площадок. Они посвящены трудоустройству, волонтерству и патриотическому воспитанию. Все для того, чтобы каждый мог найти свое и, конечно же, определить путь дальнейшего развития. День молодежи в первую очередь напоминает о реалиях. Площадка навстречу Родине, навстречу знаниям. В рамках проекта «Служение. Твой герой» участники специальной военной операции рассказывают, с кого брали пример. Посвящали наши отцы, деды. У нас преподаватель был, он очень такой хороший был. Всегда учил нас любить свою Родину. Услышать истории бойцов ценно, ведь сегодня участники специальной военной операции – пример настоящих героев. Люди, молодые ребята должны знать своих героев в лесу, потому что это большая честь. Также те же юнормейцы, они должны понимать, что происходит. О финансовой грамотности говорят на площадке навстречу креативу, навстречу новому. Конечно же, до молодежи хотят донести, каким образом тратить деньги и приумножать. И, конечно, как накопить на свою мечту. Педагог начальных классов из Самарской области Любовь Банникова – одна из тех, кто уже начал копить на свою мечту. Уверена, советы, как выбрать приоритеты, точно пригодятся. Работаю и планирую поехать в отпуск. И, конечно, мне кажется, многие копят на отпуск. И вот моя мечта. Но главное – поставить цель и идти к ней. Сегодня делают все, чтобы молодежь могла найти свое дело и самореализоваться. О возможностях для молодых говорят на треке «На встречу своему делу», «На встречу карьере». Объявлено именно этот год, годом самореализации, с точки зрения молодежной политики. Чтобы каждый молодой человек, то есть это прямо программа, чтобы каждый человек нашел свое дело и в нем реализовался. Представляете, это цель государства. Сегодня в числе основных трендов – обучение длиною в жизнь, универсальные компетенции. Студентка Оренбургского филиала университета имени Кутафина Полина Калиева внимательно слушает спикера. Девушка сделала свои выводы. Я поняла, что мне просто нужно дать запрос в мой себе. Что я хочу, что я хочу развиваться, в чем я хочу развиваться. Мои интересы могут мне принести большое удовольствие, доход и радость другим людям. Не только мне, но и другим людям. В центре внимания – молодежные места отдыха и туристические маршруты в Оренбургской области. Ребятам презентуют национальный маршрут «Горизонт открытий». В Оренбурге десятки мест, которые не оставят равнодушными. Можно увидеть легендарное золото сарматов и погрузиться в атмосферу Оренбурга-Купического. Понаблюдать степи за лошадьми Пржевальского. Сегодня мы рассказали о том, что можно молодежи посетить в Оренбурге, в нашем прекрасном регионе. Пытались заинтересовать, чтобы молодежь путешествовать по Оренбуржию. День молодежи – это возможность рассказать о масштабных событиях. Здесь представлено экскурсионное наследие Международного молодежного форума «Евразия Глобал». А именно, атрибутика участников, организаторов, волонтеров, начиная с 2016-го. Записные книжки, ручки, головные уборы, термосы – все, что нужно, чтобы с комфортом получать знания. За все время участниками события стали 7 тысяч молодых людей из 120 государств. У каждого своя форумная история. Нельзя не запомнить и яркие истории других. Вы знаете, я знаю одного участника из Самары. Он все 7 лет участвовал в данном форуме. Лично моя история, я начала вашей коллегой, была в службе СМИ, освещала данный форум на страничках областной газеты. Форум состоится в Оренбурге и в этом году, с 21 по 27 августа. Подготовка идет полным ходом. А пока на празднике заряжают энергией творческие номера оренбургских коллективов, музыкальные и танцевальные постановки. На месте работает и команда медиахолдинга «Планета». Волонтеры информируют, где можно посмотреть о событии. Активные в парке имени Перовского. Для настроения пенная вечеринка и несколько творческих фотозон. Всего в мероприятиях в честь Дня молодежи, а они проходили в регионе с 15 июня, приняли участие более 53 тысяч человек. Завершение же масштабного праздника – концерт Хабиба. Теперь с отличным настроением можно уверенно смотреть будущее и ставить большие цели. Я готова ленинку, о-о-о-о, люди милого леса летает дом. Такая ты грусти, голодная, как дым, тупая глаза, левый враг. Еще! Здравствуйте! Это рубрика «Всплеск интересов» и я ее ведущая Виолетта Широкова. Здесь мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе за последние сутки. Открывает наш рейтинг запрос «Элтон Джон» – 42 в списковых балла. Один из самых популярных артистов в мире дал свой последний концерт в Великобритании в рамках прощального тура. Однако артист отмечает – это не значит, что он завершает карьеру. «Элтон Джон» планирует продолжить работать над музыкальными произведениями, но закончить туровую деятельность. Музыкант за свою карьеру получил две премии «Оскар» – пять «Грэмми» и был посвящен в «Рыцаре» Елизаветы II. Следующий запрос Лукашенко выступления – 55 всплесковых баллов. Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня ответит на вопросы журналистов. Об экстренном обращении речь не идет, сообщают государственные СМИ республики. Глава республики расскажет о событиях, связанных с попыткой военного мятежа в России в минувшие выходные. Лукашенко раскроет детали урегулирования конфликта. Предполагается, что речь пойдет о статусе Чивака Вагнер в России. Тройку лидеров открывает запрос Курбан Байрам. Его результат – 62 всплесковых балла. Это один из главных праздников мусульман. Его отмечают через 70 дней после ураза Байрама – окончания поста. В этом году он выпадает на 28 июня. Празднование начинается с утра. Оно сопровождается полным омолением и облачением в чистую одежду. Мусульманские женщины наводят идеальный порядок в доме и готовят много изысканных блюд. Главный из них – баранина, пирожки, плов, десерты с миндалем и изюмом, лепешки и печенье. Серебро рейтинга забирает запрос Роман Костомаров. Он набрал 67 всплесковых баллов. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже больше полугода находится в больнице. Выложил видео, на котором он занимается на велотренажере, крутя педали с помощью протезов. В сети спортсмены желают успешной реабилитации и искренне радуются за его позитивный настрой. Лидером запросов стало обращение Путина – 76 всплесковых баллов. 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением впервые после попытки военного мятежа. Путин сообщил, что патриотический настрой граждан сыграл решающую роль и позволил преодолеть сложнейшие испытания для нашей страны. Он также поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в разрешение ситуации. Наконец, Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами. На этом у меня все. Это была рубрика «Вспеск интересов», где мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе. С вами была Виолетта Широкова. До встречи на ОРТ. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...